Друзья, привет! Меня зовут Дмитрий Граф. Я есть голос за кадром. Тот человек, который освещает аудиоаппаратуру на данном канале. Нас становится больше. Это здорово. Значит, это кому-то интересно. Поэтому хотелось бы немного рассказать о том, как я вообще окунулся в мир аудио. В своих роликах я стараюсь освещать аппаратуру максимально честно, непредвзято. То есть, говорить как есть. Ну, относительно, конечно же, того опыта, который у меня имеется. Опыт у меня сравнительно небольшой во времени, однако он уже достаточный относительно количества аппаратов, которые я послушал. Это касается и колонок, и усилителей, и CD-проигрывателей, ну и других различных устройств. Собственно, в сети довольно много контента на эту тему, но я стараюсь взять, скажем так, самое лучшее и отбросить то, что мне не нравится. Скажу так, частенько смотрю вокруг стерео Александра. В принципе, мне нравятся темы, которые он поднимает. Часто нравится то, что он говорит. Ну, то есть, полезную информацию. Но слишком много воды. То есть, иной раз понимаешь, что просмотрел полчаса или час видео, и какие выводы сделать толком-то и непонятно. То есть, видимо, Александр просто сам иногда забывает, что он хотел сказать. Иногда смотрю ролики своих конкурентов, для того, чтобы понимать, что они там рассказывают. Но есть, конечно, сказочники на свете. Многие даже догадаются, о ком я. Но это просто не поддается никакой критике. Я, конечно, смотрю это в развлекательном формате. Ну, поржать, так сказать, над тем, какие там сказки выдумываются. Ну, иногда даже в таком формате я не могу слишком долго смотреть. Ну, отсюда я и говорю, что стараюсь честно и непредвзято. Ну, просто как у людей язык поворачивается. Сравнивать несравниваемое. И, ну, просто не былиться. Ну, собственно, это их личное дело. Видимо, они живут в каком-то сказочном мире. Что самое интересное, находятся сказочные герои с этого мира, которые безоговорочно верят своему кукловоду. Ну, это их дело. Оставим. Я говорю об этом лишь только к тому, что сам выражаю неприязнь к происходящему. И постараюсь, чтобы на моем канале не было ничего такого. То есть формат как такового блогерства, именно общение, размышления на разные темы, он мне интересен не меньше, чем просто освещать аппаратуру ради ее продаж. Поэтому, освещая аппаратуру, я стараюсь рассказать свое личное мнение, по возможности сравнить ее с чем-то из того, что уже было, для того, чтобы вы не только имели возможность купить или не купить то, что вам интересно из того, что есть, но и сложить какое-то свое общее впечатление о том, как это все располагается друг относительно друга. Зачем вообще я решил снять это видеообращение? Хочу донести до вас, что этот канал несет цель не только продавать аппаратуру, но и освещать ее. И, наверное, даже для меня интереснее общаться с вами, размышлять, делиться своим личным мнением, слушать ваше мнение в комментариях по поводу той или иной аппаратуры. А то, что я ее покупаю и продаю, это скорее возможность для того, чтобы это все происходило. Потому как, ну, понятное дело, да, для одного человека нет необходимости иметь там по 10 усилителей, или 10 пар колонок и так далее. И если бы не продажи этих товаров, которые уже имеются, то и не было бы возможности приобретать новые для того, чтобы узнавать что-то новое, сравнивать, делать какие-то выводы и так далее. Ну, и опять же, в дальнейшем нас, когда станет еще чуть побольше, я раздумываю на тему того, чтобы производить какие-то розыгрыши. То есть, может быть, сначала начать с чего-то малого. Например, некоторые люди, вот, кто со мной там имеет общение, в плане что-то приобретал и так далее, просили там мне, чтобы я записал им диски там какие-то, да, или скинул, что за диски найти. То есть, ну, элементарно можно там записать несколько аудио-CD и найти повод разыграть их, отослать. Ну, мелочи приятны, да. Возможно, в дальнейшем это будет какая-то аппаратура. Ну, аппаратуру, скорее всего, не получится разыграть на общих началах. Возможно, это будет какой-то вариант лотереи. То есть, у меня есть знакомый блогер, ну, у него другая тематика абсолютно. Он занимался розыгрышем автомобилей. То есть, люди там скидывались, там, скажем, по 500 рублей. В дальнейшем он закладывал лотерейные билетики с номерками. Ну, и кто-то, короче, по итогу выигрывал машину за 500 рублей. Ну, я думаю, что такой формат тоже кому-то может быть интересен. Посмотрим, потестим, подготовимся и к такому варианту. Ну, то есть, хочется, чтобы этот канал был и в том числе развлекательным. Так что будем вместе развлекаться и познавать новые позиции в мире аудио. Ну, а теперь можно перейти в завершение к тому, с чего я начал, как я сюда попал. Собственно, у меня порядка 15 лет была простая аудиосистема, музыкальный центр Sony. Сейчас не имеет значения, какой именно, 525 или что-то типа такого. Вот. И в какой-то момент я обнаружил, что один из динамиков среднечастотных у меня не работает. Еще несколько лет меня это вообще никак не беспокоило. Слушал радио и все было окей. Ну, потом я что-то и подумал, что надо бы его поменять. Пока я это не сделаю, никто этого не сделает. Ну, и, собственно, озадачился вопросом. Вот. Человека, который что-то бы мог подсказать не было, пришлось вникать, изучать что да как, сопротивление, ваты и всякие прочие такие нюансы. Ну, худо-бедно, в общем, я подобрал пару среднечастотников. Результат мне понравился. Дальше я подумал, что было бы неплохо поменять усилитель. На тот момент родной усилитель Sony у меня уже почил. Я приобрел усилитель Panasonic. Он у меня тоже уже там несколько лет находился. Все было ничего, но он иногда отключался. Когда громко его включаешь, он отключался. И нужно было там потыкать некоторую комбинацию клавиш, чтобы вернуть его к жизни. Иногда это происходило раз в день, иногда это происходило несколько раз за трек. И, конечно, меня это начало уже конкретно напрягать. И я решил, что надо озадачиваться сменой. Тут я начал смотреть наш местный сайт, что какие предложения. Ну, и понимания у меня никакого не было о том, что есть что. Было понимание только, что нужно купить что-нибудь недорогое, но хорошее. А как выяснить, что хорошее, а что плохое, ну, пришлось и каждую представленную позицию на сайте гуглить, смотреть, что там она себя представляет. Какая лучше, какая хуже. Вот. Скажу так, наверное, если бы у меня был товарищ, который бы мне что-то подсказал, сказал, Дима, возьми это и будет окей. Наверное, я бы и не попал, в общем, в эту всю историю. Но пришлось, короче, немного поизучать. Приобрел усилитель. Пионер СА6800 был у меня такой в самом начале. Приобрел. И, короче, он прям при... Я попросил, чтобы мне его продавец привез. Он согласился с этим. Мы проверили. Мне очень понравился звук. То есть, это был прям на уровень выше звук. Ну, буквально в течение 15 минут он уже ничего не пел. Ну, в общем, выскочили первые проблемы. Усилитель поехал на ремонт. И тут я задумался, что вообще, может быть, какой-то другой посмотреть себе. Начал смотреть другие варианты из тех, которые уже были отложены. Пытался, ну, прозванивал продавцов. Объяснял ситуацию, что могу ли я хотя бы там на день гарантию какую-то получить. И везде я услышал отказ. То есть, вот ты пришел, вот он работает и до свидания. Ну, честно говоря, меня это немножечко обескуражило. На тот момент речь шла об усилителях до 10 тысяч рублей. То есть, относительно сегодняшнего дня той аппаратуры, которой я занимаюсь, это, конечно, ни о чем. Но тогда для меня это были существенные деньги. То есть, мне абсолютно не хотелось потратить 10 тысяч рублей на усилитель. И выяснить там в течение там нескольких часов, что он уже не работает. Надо его ремонтировать. Вот. Короче, пока ремонтировался мой пионер. Я подумал, что неплохо было бы какие-то колонки подобрать. Соответствующие по уровню. То есть, лучше тех, которые у меня были. Ну, выплыло такое предложение. Я поехал их слушать. Колонки это были Sony 7220 ULM. Они меня тогда очень впечатлили. И у человека тогда был усилитель. Техник СУ. Ну, в общем, техник С. 7480 или 7840. Ну, это сейчас не так важно. Вот. Я, значит, послушал эту связку. Мне прям очень понравилось. И я решил, что куплю вместе с усилителем. Потому что вдруг с пионером не подружится. Как знать. Ну, а там уже как пионер выйдет с ремонта. Определюсь, что да как. Ну, и, собственно, в воскресенье я приобрел колонки с усилителем. И буквально на следующий день мне звонит мастер. Говорит, усилитель готов. Я думаю, ну вот. Раньше не мог позвонить. Ну, да ладно. Приносит он усилитель. Слушаю. Мне на первый взгляд я уже привык к тому звуку, который получался с усилителем техникс. 8044, по-моему, так модель называлась. И пионер мне не понравился. Он какой-то показался мне худосочный. Ну, как-то не зацепил, короче. Но я подумал, ладно, послушаю все-таки на пионере какое-то время. Потом буду делать выводы. Вот. Ну, и слушал-слушал пионер. В общем, вслушался. В оконцове я понял, что пионер мне больше нравится. И я техникс уже вообще не мог слушать. То есть, он мне совсем разонравился. Скажем так, роза первого впечатления была уже далеко в прошлом. Ну, и так я, в общем-то, понял, что разные бывают и усилители, и колонки. В общем, не бывает так, что оно все там примерно одинаковое. Все оно разное. И даже на самом простом уровне все равно разница присутствует. Что-то пожирнее, что-то посочнее, что-то поярче, что-то потемнее. Короче, со своими нюансами, аспектами, так назовем. Вот. Ну, и тут, собственно, друг меня попросил. Ну, пришел в гости, послушал, ему тоже все понравилось. Говорит, ты, типа, уже там что-то шаришь. Давай подбери. Ну, вот я подобрал другу, значит, колонки с усилителем. Мы поехали, прокатились, послушали разного. Определились с выбором. Пока подбирал, ему нашел колонки, которые можно купить для себя. Опять же, чтобы развиваться. Ну, в плане, они не были другого уровня. Они просто были другие. Ну, и было, чтобы интересно пощупать что-то другое. Ну, и дальше определиться. Опять же, что-то оставить, что-то продать. То есть, о таковом бизнесе, там еще что-то речи вообще никакой не шло. Вот, ну, и как-то оно одно, второе, пятое, десятое закрутилось, завертелось. Ну, и я понял, что так или иначе вещи эти ликвидные, то есть, они рано или поздно продаются, находятся какие-то новые предложения, которые мне интересны для приобретения, для нового понимания и так далее. Ну, сейчас вот, собственно, мы здесь. Благодарю всех за внимание. Будем дальше вместе развиваться и познавать непознанное.